Всем привет! Романтик! Сегодня 14 февраля, как вы можете видеть. Очень страшный для меня день. Я долго к нему готовилась. И вот печенье. Сама делала. Видно, да? Старалась. А вот это выглядит красиво, потому что делала не я. Тут даже не стараюсь. Просто мой молодой человек умеет делать такое. И не только это. И сегодня, наконец, тот день, когда, как я и обещала, расскажу вам все. И не только я, но и мой кавалер. Круга трясется, я боюсь. Диван, диван, диван! Блядь! Сыны! Испортила диван! Кавалер, приглашаю вас. Спасибо. Давай я тоже диван испорчу. С ним, святого! Валентина! О, да реально дырка прожгла. Прожгнула. Прожгнула. Прожогнула. И сейчас пожарная тревога. А как можно? Поменять местами, да? Вот эту подушку сюда. А вот эту мы сюда вот так вот как бы в бок, чтобы она, да? Вот как винта была. И сюда что-нибудь класть какое-нибудь. Блинник. Ладно, я еще кота хотела. Ну, теперь можно. Теперь... Ой! Кстати говоря! Оно горячее оказалось очень сильно, между прочим. Но весело зато. Весело, как обычно. Вот так мы живем, да. И очень мне нравится. Или просто видно будет? Видно? Но я могу поднимать. Не-не-не, наверное, видно будет. Чуть-чуть я подниму. Не-не будет видно печенья. Ай, блядь, да что ж меня все бьет током. Блядь, да что ж я нервничает. Кто? Не, ай, да блядь, да что ж меня все бьет током-то сегодня. Ты заряжен. Меня зовут Егор. Мне 24 годик. Почти 25. Не 24 почти, а почти 25. Он комик. Да, я вумурыст, музыкант. А еще креативщик. И... Это не значит, что я лодырь. Вот. Надо вот так чокаться. Жопой. Жопой. Ага. Вот такой вот у нас сегодня будет романтический ужин. Так мы будем отмечать 14 февраля. Можно кушать уже, да? У вас накопилось очень много вопросов, потому что мы очень долго ничего не рассказывали. И из 8 тысяч вопросов, которые вы задали... Мы прочитали два. Как вы с кавалером познакомились? Если ответишь на этот вопрос, ты, пожалуйста, приведай привет Алисе. Ну, я уже рассказывала, что у меня был тяжелый жизненный период. Я скачивала Тиндер для того, чтобы просто найти общение и шуток. Для того, чтобы Олег от**бался. Неправда, это... Олег мне настойчиво рекомендовал скачать Тиндер или любое другое вообще приложение, где подразумевается общение. А я говорила о том, что не хочу, чтобы меня трахнули. Олег сказал, просто попробуй, потому что по мне уже было видно, что я разучилась общаться. Что все темы моего общения сводились только к тому, как мне плохо и как я ничего не хочу, но мне очень хотелось бы чего-то хотеть. И я скачала. Сидела я в Тиндере, и вот я напоролась, что называется. Влипла. Ну и в целом лоханулась. А вот ты расскажи, что ты делал в Тиндере? Я в Тиндере делал абсолютно базовую какую-то вещь. Я просто листал и просто... На, я тебе тоже не особо рассказываю. Да, это правда. Я не знаю. Я просто листал, на людей посмотреть, пописать. Я обычно даже там ни с кем не виделся после переписки. Мне хватало, что я что-нибудь какого-нибудь, знаешь, флирта в чатике. Смешно пошутил, там что-то это такое. И все, общение прекращалось. Все, дело сделано, я нормально, могу. Вот, себе доказал и все. У меня тоже такая была задумка. Ну, у меня не было такой задумки. У меня, я может быть, на что-то там где-то в глубине души и рассчитывал, да, мало ли что вдруг кого-то встретить или что-то такое. Но у меня обычно все заканчивалось на том, что мы выходили с человеком в другую социальную сеть, пообщались там чуть-чуть и все. У меня много кто обываливался в Тиндере, и я просто хотела утолить жажду смеха. Мужико. Да. Хотелось пошутить и посмеяться, и что-то мне как-то попадались такие люди, ну, не совсем мои. А тут я натыкаюсь на твою страничку. А кто кого лайкнул первый? Я не помню. Ну, просто я не лайкала тех, кто меня не лайкнул. У меня тогда была очень уязвленная самооценка. А, у тебя был Тиндер Голд? Да. А у меня не было Голд. Мне было в подлях 600 рублей тратить месяц. А это 600 рублей стоило? Это 600 рублей стоило. А у меня безвыходная ситуация была, понимаешь? Я должна была видеть, кто меня лайкает. Иначе я бы не смогла испытывать так себя на прочность, свои нервишки. Ну, то есть, и ты не видел, кто тебя лайкнул, правильно? Я не видел. Значит, ты меня лайкнул. Я сотрю, а у него профиль такой написан, значит. Я своего рода комик, пыры-пыры. Нет, нет, этого не было написано. Ой, как нет? Не было такого написано про комик. Было написано, где я работаю. Ну, не прям конкретное место. И я написал. Я в это не верю, но было бы круто попробовать найти идеальное совпадение по гороскопу. Потому что часто в Тиндере спрашивают про гороскоп. И я находил сайты, где совместимость прям по дате и времени рождения. Есть же моменты, когда там 90% и всё вот это. И мне было интересно, сработает это на самом деле или нет. Я надеялась, что ты шутишь просто. Потому что если проверить нашу такую совместимость, там пиздец. Ладно, у тебя есть он. У тебя есть он. Ладно. Ага, хорошо. И у меня тоже есть. Это что интересно за звук такой был? Блин. Что? Ани, неси сюда камеру. Я не хочу. Ахаха, неси. А что это за звук был? Это лопнул в пицце. Какой, блядь, фи... Что? Вот этот фильтр сделаем вот так. Это трещина. Ой, нет. Короче, вчера... Ай! Мы все печенье съели на стрессе. И весь вечер оставшийся Егор устранял проблему возникшую. Вот так вот прошло наше 14 февраля вчера. Сегодня уже 15 февраля, и мы продолжаем ответить на вопрос. Я написала Егору первое. Ты написала мне, какой у меня знак зодиака. А почему не ты? А я в целом очень редко писал кому-то в Тиндере. И очень редко я писал сразу. То есть обычно там мариновалось несколько дней. Это как когда в детстве романтическая переписка ВКонтакте. Что-то написал и вышел. Блин, ты меня пугаешь. Что-то написал и... Ала, бляда! Ну, какое-то стеснение небольшое. А-а-а! Я спросила, какой у него знак зодиака. Потому что он же написал про знак зодиака в описании. И он мне ответил. Рыбы. Блин. Прошлые мои отношения, они были с человеком со знаком зодиака рыбы. Ну, сколько процентов Земли океан занимает? Рыб-то много. Ихи разные. Я ответил рыбы, но сказал, что обычно после этого все пишут до свидания. Что типа все-таки ох, рыбы. На понт меня взял, короче, да? Специально? Нет, не специально. У нас обычно неосознанная манипуляция. Обычно просто когда люди узнают, что я рыба, они такие оооо. Да, у меня тоже был такой эффект. Но я продолжила, потому что подумала, что надо попробовать пошутить с рыбами. Форель, отличная рыба. Отличный окунь копченый мне нравится. Все, нравится, то нет. Да ладно, шучу. Конечно, бывают всякие хорошие. Все-все. Вон, тельцы. Представляете? Я кому-то нравлюсь. Я телец. А вообще это был тот пери... Чего? Пиздец, говорю. А почему? Телец. Врифмой. А. Был тот период, когда я ежедневно читала гороскопы. Мне когда все плохо, я постоянно читаю гороскопы. Иногда несколько раз на дню. Да, я жду, когда же мне напишут, что у тельцов сейчас дела в гору пойдут во всех аспектах жизненных. Ну и ничего не работало. Каждый день меня обманывали гороскопы. И я подумала, что наверное, но все-таки, может, неправда. Ну и я пыталась освободить себя от оков стереотипных, да, астрологических. Читаю книжки. Понял? Вообще складно пиздишь. Ну и в общем, так продолжили мы шутить. Как завязался разговор при первой встрече с кавалером? Какая была тема? Ну вообще, первая встреча была довольно-таки, во-первых, спонтанная. Думаю, надо в курс дела ввести просто, да, чуть-чуть? Мы с кавалером просто шутили друг с дружкой, что-то. Ты помнишь вообще, что мы обсуждали? Мы что-нибудь вообще... Да всякую херню. Просто что-то. Мы как бы знакомились, типа, чё-кто чем занимается. Я на тот момент вообще ничем не занималась уже очень давно, причём в буквальном смысле ничем. Я даже тогда в своей комнате не мыла полы, наверное, около месяца. Ты просто представь. А я тогда не вылезал с ультрапродуктивного состояния. Я такой, работа, офис, из офиса, в автошколу, туда, сюда. Нет, ты понял? Я месяц не мыла полы. Месяц не мыла полы для Насти это ужас. Настя не может месяц не мыть полы. Она не может четыре дня не мыть полы. То есть это показательный момент. И вот Егор говорит, а я вот вообще такой, ну, люблю поприкалываться. И скидывает мне видео, как он перед своими друзьями выступает, представляет презентацию, сделанную им. О, я расскажу. Можно? У моего, друга товарища Кореша, был день рождения или что-то такое. И они устраивали пауэрпоинт-вечеринку, на которой все подготавливали какую-нибудь смешную, забавную, интересную презентацию. И я запарился и сделал презентацию о том, почему Тимати станет следующим президентом Российской Федерации. Любому правителю, крупному бизнесмену нужны двойники, прикрывающие тыл. У Тимати они уже есть. В медиапространстве было обнаружено как минимум 14 разных вариантов Тимати. Я вам покажу 9 самых ярких из них. Итак, первое, это Тимати, вариант в клубе. Короче, потешно было. И я смотрю эту презентацию и начинаю плакать. Ты помнишь? Ну, это в тексте было, ты в тексте реагировала. Нет, я кружочек записала. Кружочек записала. А, да, у тебя слеза пошла. И я такой, мама, нифига, вот это я разъеб... Это не от смеха, не от смеха. Да это ладно, это я сейчас накалусь. Да я знаю, просто реально не от смеха. Просто он так воодушевленно рассказывал, он так верил в свою идею, в свою работу. И я подумала, вот это жизнь в человеке. Вот это он живой, эмоциональный, настоящий. И мне этого очень-очень-очень не хватало очень долгое время. И я расплакалась. И говорю, вот это ты классно, блин, продолжай, делай, вот это все делай, так здорово. Я вот плачу. Ну, я просто хотела выразить эмоцию, не претендуя ни на что, просто как бы сказать, что... Я очень восхитилась. Очень восхитилась. Короче, это что-то не совсем нормальное. Извиняюсь. Короче, очень долго жила в вакууме. Меня так заряжают такие люди. Меня так заряжают люди, которые живут, которые горят. И Егор мне на это отвечает. Хочу увидеться. На это? Да. Это было после этого? Нет, да. О, господи, какой хрич. Я сейчас тебе покажу это. У меня ноги подкосились, закружилась голова. А что мне движило? Что мне... Что? Я такой, классно, мои шутки, еще никто так не реагировал. Ну, мы просто до этого еще сколько-то дней общались. А, ну да, но ты описала, насколько, типа, круто, что эмоции, все дела, и тебя это растрогало, поэтому, поэтому, поэтому. Я такой... Что ты живешь этим делом, что ты горишь им, и это видно. Не презентациями, а просто, ну, прикалываться. Ну, приколами, да. Шутить, развеселить людей. Блин, я реально все в жизни делаю, просто по приколу. Если это не по приколу, мне... Ох, нет. А я? Нет, ну, это, конечно, ну... И Егор говорит, надо встретиться, все, хочу встретиться, хочу увидеться. Да. И все, а я-то думала, что мы шутки шутить будем, а тут вот так вот все развернулось. Ой. Егор мне сказал, что я сейчас буду у тебя в городе, короче, там, по делам-то дым-то дым-то дым, и вот у меня есть предложение, типа, через 2-3 часа увидеться. И я вообще побежала краситься, да посильнее, да наряжаться понаряднее, покрасивее. Ты мне сказала, что ты очень боишься, и что ты можешь вообще не выйти, и я отдал тебе фору. Мы с тобой договорились, что я буду сидеть спиной, и если вдруг... На детской площадке, да. Да, и если вдруг ты сбежишь, ну ладно, ну значит и не будем. У тебя будет шанс взглянуть, оценить ситуацию и выбрать, идти или не идти. Вот так. А я пришла на негнущихся ногах. У меня все тряслось. Я реально дрожала, ну потому что я не знала, к чему приведет эта встреча. И вообще вот эта инициатива увидеться со мной, она меня напугала. Это какой-то азарт был, это было интересно, непонятно, к чему это приведет. Мне не хотелось разочароваться, но и не хотелось дальше сидеть в комнате, гнить. И первым делом ты сделал комплимент моей куртке. Да, с овцой. Я решила прийти понаряднее, просто навстречу. И надела свою самую такую куртку, которую я очень вообще берегу сильно. И вот этой овце был сделан комплимент. Не мне, ёпт. Так она высирает, какашка висит на брелке. Смотрите. Да, тут овца какает. И мне это уже сразу польстило, потому что, значит, вот наряжалась не зря. Мы шли по городу, ты помнишь что? Я помню. О чем ты думаешь, мы разговаривали? Об общих знакомых. У нас оказалось достаточно много общих знакомых. Да, но на самом деле я предупредила Егора, что я могу резко упасть в обморок. Я на тот момент уже очень давно не ела. Ой, господи. Точно, ты вообще не ела ни хрена. Жесть, очень на тебя не похоже. Ты мне рассказывала, что ты ела последний раз, типа, что-то вчера днем. Да, да, да. Идем пить кофе. Я тогда имела проблемы с питанием, ничего не лезла. Питалась я в основном жидкими супами, потому что не надо было жевать. Это был период как раз депрессии. Я тогда только-только вообще пошла в психотерапию за таблетками. И они тогда еще мне не начали помогать прям вот должным образом. Это были не те таблетки, которые мне нужны были. Мне потом перепрописали. Ну, в общем, я не могла, если я не хотела, если мне было плохо. И я пришла супер голодная на эту встречу, но я не ощущала этого голода. Просто я была обессилена. Физических сил было во мне очень мало, потому что не из чего было браться. В итоге, спустя часа два после этого моего рассказа, я действительно чуть не упала в обморок, потому что очень закружилась голова. И мы сели на лавочку. Поэтому хорошо, что я предупредила Егора заранее, и он не сильно испугался. Ты завел разговор о РПП. Я завел разговор о РПП? Про компульсивные переедания ты начал со мной разговаривать. Ого! Да, все, я понял. I remember. У меня были компульсивные переедания, наоборот, из-за депрессухи. Да, да. Да, но как раз я чем-то, да, поэтому и начал. И, в принципе, все оставшееся время Егор спрашивал, а знаешь, вот этот мем? А вот этот мем? А и вот этот мем? Ну, это просто к разговору приходилось. Я вспоминала какую-то шутку. И посылал к этому, и ты такая, а, чё? Я такой, а, это мем, ты знаешь? И так я поняла, что он энциклопедия мемов, а я нет. А ты рабочий тетрадь, незаполненная. Ну, Егор, кстати, когда узнал, что я не знаю никаких мемов, а, соответственно, и никаких фильмов ещё, из которых есть те или иные мемы, которые он употребил, он сказал, что... Офигенно, это можно же показать всё. Но это самое крутое, потому что... А ты представляешь, я вот на первой встрече слышу это от мужчины. И чё? Ну, это паник. Что, всё показать? Пойдём за дерево. Сейчас тебе всё покажу. Сейчас тебе покажу световую мечту. Ну, вообще-то мной это тогда воспринялось так, что я ему понравилась, и он хотел бы показать мне все эти фильмы и мемы в будущем. Ну, с Пластелина колец, с Хоббита тебя же вынесло жёстко. Когда мы познакомились, он тебя не узнал? Привет, телепузики! Мы когда общались с Тиндери, мне Настя скинула канал. И я сперва не допёр, потому что я до этого в интернете... Я не канал скинула. Запрещаем ли соцсеть, он говорит, скинь. И я говорю, ой, я стесняюсь. Короче, в чём прикол? Я Настю на просторах интернета видел лишь единожды. И очень давно. Когда я листал вот эти всякие шоу на Ютубе, и я попал на... Боже, упаси, чат на вылет. Я его посмотрел, кусочками промотал, подумал, ну, прикольные. И даже потом в диалоге с одним своим тогда другом сказал, о, вот это, типа, вот прикольный человек. И всё. Про меня, типа, я прикольный человек. Да, да. И забыл. Потом, когда мы познакомились с Тиндери, ну, у меня было ощущение, что какое-то знакомое что-то, но я не... Я уже по-другому выглядел. Не это, не того, не сего. Вот. И ты мне когда скинула, мне, конечно, пазлик-то и сошёлся. Как ты отреагировал? Ну, у меня не было какого-то особого удивления. Потому что в силу своей деятельности, своей работы, того, что я креативщик и всё такое, я очень много виделся и общался с разными и блогерами, и с селебрами, и с музыкантами. Какое-то время был даже в одной из тусовок, и для меня это было... Что вот люди вот с такой... И с такой сферой деятельности. Я не помню, что бы я там офигел или что-то ещё. Не испугался? Во-первых, я начал думать о том, что, типа, ой, а это, типа, немножко другой всё-таки человек, что подход немножко иной. Ну, потому что... Ну, не удивлю я тебя, что я тебя поведу, там, кофе пить. Допустим. Удивил. Он там пошутил как-то смешно ещё, когда расплачивался. Я, правда, тебе потом вернула деньги зачем-то. Да, я тебе говорил, что не надо. Я сейчас тоже думаю, зачем я это сделала. Я прям настояла. Но я потом, видал, какой козырь вытянула? Я говорю, а у меня зато твой номер телефона будет. Я по номеру телефона перейду. А, да, да. Я ради этой шутки, конечно же, принял. Я в 400 рублей. Так и 400, я такие кофе не пью. А сколько там? 200. 200. Какая у Егора сфера деятельности? Чем он занимается? И на какой почве вы срослись? Я вообще скоморох. Короче, изначально, ну, я креативщик, да. Работаю в рекламе. Придумываю рекламу. Приходит бренд, приходит клиент или тот, кто будет делать эту рекламу. Какая-нибудь селеба или какой-нибудь что-то ещё. Говорит, мы хотим рекламу вот этого. И моя задача придумать, какая она будет. Написать там сценарий, написать текст. А вообще, я очень долго занимался стендап-комедией. Надеюсь, туда вернуться. Вот, всё побаиваюсь. Музыкой увлекаюсь, занимаюсь, играю в группе. Да и в целом-то, в целом-то всё. А на почве мы срослись. Такое, что он работает буквально с такими, как я. Да, я работал тогда в агентстве, которое занималось маркетингом в сфере вот блогинга. Там вообще в целом селебрити всякие разные. Но в основном это, конечно, блогеры, YouTube, запрещенные соцсети. Но мы с ним не имели общих проектов никогда. Да, потому что ты относилась к другому агентству, и я вот знал только тех, кто вокруг моего существует. И вот мы разговорились. Я ему, значит, свою кухню рассказываю, он мне внутреннюю кухню мою с рекламой рассказывает. Как это всё устроено, как же. Интересно было узнать. Я просто как бы, да, рекламу делаю, а какие там процессы этому предшествуют, кто же знал-то? Егор, оказывается. Я сделал для Насти открытие, как вообще работают менеджеры, откуда у них берётся реклама, за что они и как получают деньги, и какие, вот. Короче. Все секреты выбрали. Да, да. Вообще всех нахуй. Все выбрали. Ну, зато теперь, если до Насти кто-нибудь докапывается, так, подожди, ну-ка давай-ка. Бывает, что за неё обкашливаем его просики. Да, бывают какие-то спорные процессы, и Егор, если что, впрягается. Потому что он во всём этом, как рыба, не только в гороскопе. Да ну. То есть мы, вот, одного поля ягоды, что называется. Мы на одном языке говорили. Вот так. Вот так повезло. Кто же знал-то, что Тиндер такое место? Да. Я-то думал, там все на разных языках. У меня там English, French, Deutsch, Gekhoher, Rij. Какие ещё языки бывают? Какое было первое свидание? Помнишь, как ты меня пытался заставить пойти в ресторан? Пытался заставить? Да. Ты говоришь, вот пойдём в этот ресторанчик. А ему нормально, он, да, одет прилично. Джинсики, кофточка, свитерочек, курточка, да? Курточку снял, уже вот прилично выглядит для листика. А мне, блядь, надо... Я-то в спортивках обычно гуляю. Цель была в чём? Потому что тебе было западло гулять, у тебя... Ну, не западло, холодно там. У тебя было, да, то холодно, то ботинки тебе тёрли ноги. Я думаю, ну надо куда-то везти. Предлагаю разные места. Места нет, потому что это слишком круто, это слишком плохо. Там работает давняя подруга, которую я игнорирую. Там вот это, там вот это. Да не давняя подруга. Там лежат мины. Вот здесь, вот здесь, там нужно перешагивать с правой ноги. Я вот это не люблю. А вот здесь... Даже не право. А вот там... Но я не ебанутая. Ну нет, я не ебанутая. Подожди. Чтобы пойти в ресторан, нужно нарядиться, ты понимаешь? У меня платье стрёмное. Это тебе не обязательно. Я тебе тогда и говорил. Я тебе тогда и говорил. Да в чём проблема, если ты там будешь сидеть в худи? То, что где подруга работает, там не подруга. Я её не игнорирую. Я просто смущаюсь. Мы с ней не виделись полужизни. Это моя подруга с детства была. Мы уже давным-давно не общались. Я к ней зашла. С бывшим молодым человеком мы с ней поболтали. Увиделись. И тут я... Блин. А вот... А вот... Я вот на свидании, блядь... Неудобно. Раз пришла с одним, блядь, с другим... Охуй. Что за фигня вообще? Нормально. И как бы промежутки временные, да, вылез, уброзили. В принципе, всё нормально, но всё равно неудобно. Я не хотела так. Вот и всё. Я не ебанутая. Всё нормально. Просто мне было неловко. А кто-то и одновременно с двумя приходит. Не то, чтобы я очень хотел в тот ресторан. Я просто предлагал из вариантов, которые есть... Ладно, давай свидание. Ты помнишь, какое было свидание? Вот, было такое же? Да хер вспомнишь это сейчас. В принципе, мы так виделись, что как бы так и не скажешь, что какие-то свидания там... Ну, просто гуляли, общались. Да, без всякого. Ну, с симпатией. А как она проявлялась? Ну, вот был момент, когда я чуть-нибудь в лужу не упал, и Егор меня так резко подхватил, чтобы мне, блядь, свело руку. Очень меня больно стиснуло. У меня отпечатки. Отпечатки прям больно. А у тебя сильные руки. Ну, ты там... Да, ну, как бы... Ну, понимаешь? Я думала, ты все вот так, как ты сделаешь, типа... Ну, как я люблю. Не, сейчас... Сейчас я уже давно... Давно ничего не делал, чтобы они были сильные. Меня на руках носишь ты. Ну, да. Не, ну, давай вспомним, какое было первое свидание. Ну, оно же было. А какое? Куда мы пошли? Да я не знаю. Ну, ты мне скажи. О, как хорошо он это сделал. Как вы поняли, что вот он. Парень, девушка моей мечты. Что больше всего вас притянуло друг к другу? Ой, блядь, мне кажется, это комплексный процесс. Вот. Это не было моментом. Мне кажется, это были какие-то постепенные вот... Вот после первой встречи ты же подумал о том, чтобы позвать меня на вторую встречу. Почему? Потому что мне понравилось первое. Общением тем, какой ты человек в целом. Насколько у нас есть схожие взгляды во многих вещах. Насколько у нас есть расхожие взгляды во многих вещах. Но мне казалось, это интересно просто. А как вот качества человеческие какие? Ну, смешно, весело, забавно, потешно. Понимающее, вовлеченное, заинтересованное общение. И это в людях притягивает. Вот этот момент, когда мы решали, кто будет с какой стороны ходить. Потому что у нас с одной стороны рабочая сторона. Да! У меня вот эта рабочая сторона, а у Егора тоже эта. И мы... Это так здорово было. На первой встрече я говорю, блин, это моя нерабочая сторона. Я сейчас иду с нерабочей стороны. Он говорит, блин, а у меня тоже вот эта рабочая сторона. И давай 10 минут ходить за одной. Я привык, я привык, а я потом 10 минут своей. Даже не то, что рабочая сторона, я просто привык, что я когда с кем-то хожу, у меня человек слева. Не, ну давай честно. Тебе не очень нравится правая сторона лица своя. Мне тоже своя не нравится. Твоя нравится? Ну, у меня тут абсолютно такая же ситуация. Вот. И мы это произнесли вслух. И Егор тоже это сказал. И это было так по-честному. И мне так это понравилось. И вот реально. Сколько-то я иду своей рабочей стороной к нему, да? Сколько-то он. У меня были конкретные моменты. Мы забрели на пруд. Этот момент я помню. Потому что я помню, насколько Насте это понравилось. Вот тогда мне понравилось то, что ей это очень сильно понравилось. Вот это. Мы просто пешком дошли до пруда. Там были лавочки. Вот мы сели разговаривать, сидя на лавочках, глядя на пруд. Поскольку это был выходной день, счастливые семьи со своими детьми гуляли на этом пруду. И вот один папа, такой высокий, крепкий мужик, стоял рядом со своим сыном, который пускал по пруду лодку на радиоуправлении. Очень быструю, да. Таранил ей уток. Он ехал за утками, старался их догнать, врезался в них. Просто разгонял. Причем там были утки с маленькими утятами. Он просто их разделял, разгонял в разные стороны. И просто была жесткая лодка убийцы, которая чейзила и нападала на всех вот этих малышей и карандашей. Это было ужасно, потому что отец стоял рядом. Он угорал, стоял. Ну, не то, чтобы он был жестко увлечен в это, но он... Не препятствовал. Да. Да. И Егор что-то пыхтел, пыхтел, постоянно прерывая диалог, потому что его это раздражало. Он раз, психанул, два, и потом все, я сейчас пойду, я сейчас пойду и скажу ему. Я сейчас пойду и скажу ему, что нельзя так делать. Я вжалась вот с камью. Да. Пизда. Сейчас еще драка будет на первой встрече. И вот он пошел к этому огромному мужику. Он бы ничего не сделал не потому, что я такой крутой, а потому что, ну что, драться там, что ли? Он же не совсем был неадекватный. Ну, он смотрел, как издеваются над утками, как его сын маленький издевается над животными. Да я бы... Вряд ли бы я не решил убежать, если бы он сказал, ты что, я тебя сейчас ебнула. Ну, то есть я... Я бы драться с ним не стал, конечно. Ты что, это большой дядька. И если бы он сказал, я тебя сейчас убью прямо при всех. Я такой, а, да, конечно, извините, обейте уток. И все, и побежал бы. В общем, Егор подошел. Я просто подошел и сказал, извините, пожалуйста, это очень негуманно. Просто уткам страшно, а ваш сын их гоняет этой лодкой. Он такой, а, а, эээ, имя сына, не делай так. И он такой, а, хорошо. И все, да. И перестали издеваться над утками. Меня это поразило до глубины души. Я подумала, вот этот чел, вообще ему совсем не все равно на уток. Для меня это очень много значит. Кстати, уток нельзя кормить хлебом. Не кормите уток хлебом, пожалуйста. Это их убивает. По-настоящему? Да. Они потом не могут какать и лопать. Не, потому что толстее, да. Потому что их забрало предназначено для того, чтобы есть вот эти все микроорганизмы, вот эту всю шелуху с воды. А хлеб просто все засоряет. В общем, если хотите покормить уток, то кормите их микроорганизмами. Просто загуглите корм для уток и все, идите с мешком туда и бросайтесь. Мешок вот так. Да? Просто в утку. Ну вот я рассказала, что вот дало мне понять, что ты человек, который вот мне определенно нравится. А я... Я рада, что мы решили снять это видео. Да блин, это просто тысяча мелочей. Ну это типа нет такого, что это вот этот момент был ключевой. Ну какие-то выдающиеся штучки, может, я сделала хоть одну-то. Это что, не ты меня выбрала, а я тебя, что ли? Это не мы друг друга. Не было таких обстоятельств. Это просто вот в целом какой человек. По общению. А по поступкам, ну в целом, что ты так же относишься к животным. Что, сколько у тебя много животных. Просто факты о тебе, как о человеке. Твой юмор. Харизма, когда ты общаешься. Как ты смеешься. Вот это. Не было прям такой ситуации, когда я такой, ой, ебать. Ну ты же не пошла ни с кем зовут-ка разбираться. Вопрос к парню. Он влюблен в тебя? Как вообще начинается это состояние влюбленности? Блин, это трепыхание какое-то дурацкое. Это постоянные мысли, что типа, блядь, а меня, а я, а я не хорош, а я недостойно. А я, а может быть, я хорош, а может быть, я... Да я не закутил. Ну это трепет, это волнение какое-то. Ты как будто приходишь, ну как не на экзамен, а как будто вот у тебя важное выступление. И ты такой, как бы мне не сделать хуйню. Вот это состояние. Короче, хочешь, чтобы ты тоже человеку, в котором ты влюблен, понравился. Да, очень хочется, понравится. Ты просто смотришь, допустим, вот видишь лицо, видишь глаза, видишь мимику, видишь, как на тебя смотрят, как с тобой общаются. Ты такой, это вызывает во мне какое-то эмоциональное... Состояние влюбленности, оно, ну, определяется тем, что, во-первых, тебе хочется общаться, тебе хочется вовлекаться, понимать, что там у человека происходит. Тебе интересно, тебе хочется и защищать, и участвовать как-то, и помочь. Конечно, ты ждешь ответной реакции, потому что, ну, ни хера себе, я 21 лет, мы все не пальцем деланные, мы там не знаем, что такое редфлэги. Ты начинаешь спрашивать, задавать какие-то вопросы, какие-то темы для тебя важны, с мыслью, что, ну, где это, давай, может быть, ты там это... Проебешься? Да. Потому что не было таких моментов, чтобы я такой, так, ну, это мне не подходит. Это комплекс вот таких штук эмоциональных. Вот так вот делаешь, и такой... Ой, да, я помню это. Так ты и сделал. Как вы поняли, что чувства взаимны? Мы это обсудили. Мы с тобой это часто обсуждали. По поводу того, что ты переживаешь, что твои чувства невзаимны, и что я переживаю, что мои чувства невзаимны. Мы просто разговаривали, мы очень часто рефлексировали, говорили о том, что мы чувствуем по поводу нашего общения. В общем, дели себя как классические невротики. Как здоровые люди, осознанные, которые просто говорят, что они чувствуют. Ни фига подобного. Короче, была такая ситуация, что Егор мне писал раз, два, три, четыре, десять, а я все боялась писать первое, потому что, ну, думаю, блин, как-то, не знаю. Бывали периоды, когда Егор мне не писал один день, думаю, ну ладно. А потом опять наступил день, когда Егор мне не писал, а потом второй день, когда Егор мне не писал, и я подумала, а, ну все. А потом Егор мне сказал, что он мне не писал специально, потому что ждал, что это сделаю я. Да, потому что мне казалось, что я навязываюсь и пишу сам. Слишком много пишу сам, что я навязываюсь, и что, может быть, человек со мной общается просто из того, что не так уж интересно, либо не с кем, либо я просто пишу очень много, но я в целом очень много разговариваю, очень много рассуждаю. А я же заинтересованно отвечала, разве нет? Ну да. Я охотно вообще поддерживала диалог. Ну да. Но часто было такое, что я его начинал, что я его провоцировал, мне интересно было, насколько вот, ну, а ты вот, тебе быт интересно будет спросить там чего-нибудь у меня. И вот потом мы начали обсуждать, что просто мы друг другу симпатичны. Да, и переживаем по поводу того, что это может быть невзаимно. Но мы тогда еще не вступили в отношения. Да. И не чмокнулись. Да. Что самое неловкое происходило у вас за время отношений? Самое неловкое? Ага. За время отношений, то есть, когда это, закрепили это как отношения. Ага. Кстати, еще закрывается ответ на вопрос. Отношения начались, давайте скажем так, наверное. Мы на Новый год поехали в Санкт-Петербург и в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь. Мы обсуждали эту тему, и я спросил, важно ли для тебя обозначение. Мы сошлись на том, что обозначение на самом деле-то важно. Обозначение, он имеет в виду, как бы, мы пара? Мы пара. Да, зафиксировать статус. Вот, и статус был зафиксирован. Первого января. Он сказал, ну, ты все-таки будешь моей девушкой. Я кримжую жестко. А мне... А мне так понравился революб. Тебе-то это прикольно все обсуждать. Это буквально сейчас твоя жизнь на этом построена, что ты вот так вот всем все рассказываешь. Для меня это неестественная среда, что я такой... Я весь в таком... Я как будто тебя оставил. Я его не заставляла... Нет, я с удовольствием принимаю участие. Это просто для меня очень сильное испытание. Вот такие моменты, но как бы это для меня... Я не знала, что... Это для меня интим очка. Ты не говорил, что летят эти испытания. Ну, просто, условно, даже когда ты стендап со сцены рассказываешь, да, это может быть про жизнь, но в этом настолько много шуток и настолько много допридумок, что это превращается в художественный материал, и ты это разделяешь со своей жизнью и со своей ситуацией. А тут это буквально все настолько как-то это было, как ты это чувствовал тогда, и насколько это было такое очень теплое, яркое, личное чувство. И тут-то, когда ты это достаешь, у меня какое-то типа... Нет, спрячь! Это вот здесь! Это не там, это здесь! А я с расчетом на то, что внуки потом посмотрят это видео и такие... Вау, классно! И такие... Дед, господи! Потом можно пересматривать и радоваться. Да. Ну, и что со мной неловкое? Наверное, было пару злосчастных пуков, в которых было неловко в том моменте, но сейчас я вспоминаю, думаю, да прикольно. Да, он жестко бзгнул пару раз. Да. Там еще был вопрос, как произошел первый поцелуй. И вот у меня неловкое зенат связано с этим днем. А точнее, с ночью. Конец декабря. Ребята, Макс и Ян, приехали из Питера в Москву потусить. Походить где-то. Пукну я тоже... Пукну. Я тоже почувствовала, потому что странно. Странно. Я еще зачерпнула ртом воздух. Нет. Странно. И я думаю, что-то странное после вкуса. И поскольку я живу не в Москве, далеко от центра, я решила эти дни, пока ребята в Москве... Прости. Сняла я номер в отеле, чтобы мы из этого отеля прямиком по Москве шарахаться могли. А мы на тот момент с тобой общались уже два месяца? Да, да, с конца октября. И что-то как-то... Я помню момент этот. Мы чатились, обсуждали что-то. Мы не виделись давно на этот момент. Что-то как будто недели две. И я написал какое-то, что вот типа, блин, я что-то типа соскучился. И я. И ты такая, пизяй. Ты такой, что, реально? Ты такая, ну ладно, я поехал, короче. Поехал, а мне ехать до этого отель-то было... Два часа. Часа полтора, да, наверное. Но я вызвал такси. Я вызвал такси. И принёс цветов. Да, я пиздел страшно, что там какие-то пробки или что мы что-то там где-то встали, что-то ещё. Говорил сначала, что тогда приеду, потом оказалось, что не тогда. Потому что я поставил отметку, чтобы мы остановились возле магазина с цветами. Я зашёл за этими цветами. Я думал, что ну ладно там, эта остановка за цветами, это пять минут, плюс-минус пять минут, это нормально. А потом ещё он поворот просрал. И, в общем, Егор задержался конкретно, зато пришёл с букетом цветов красивых. Да. И мы, значит, болтали что-то, обсуждали. Егор посмотрел, какие духи у меня с собой взяты, стоят на столе. Он говорит, о, это духи, о которых мечтает моя мама. Да, я потом пошёл, спустился, пошёл их покупать. Да, на следующий день купил эти духи маме на Новый год, такие же. Мне так это всё было трепетно. Извините. И я предлагал тебе всё посмотреть, какое-то кино, мы выбирали кино, я заставил тебя смотреть Скотта Пеллигрима, и мы начали засыпать под Скотта Пеллигрима. Да, потому что было поздно, действительно. И вот мы просто лежали в одежде, ну я в пижаме, футболка, штаны, Егор тоже в штанах. Да, я наделал, что у меня единственные были пижамные штаны, и они были тёплые, и я лежал в этих тёплых штанах вот так. И что произошло, я не помню. Ну мы кино смотрели, это был какой-то момент, когда мы типа прям вырубались, вырубались. Я не помню конкретно контекст, но я помню, что вот так как-то быстренько так. И всё. И я такой, блядь, что произошло, зачем, кого, нет, отрона. И это просто был чмок. Да. И это просто был чмок, и всё. Я всегда в такие моменты, блядь, и я робот-блядь, а почему всегда в такие моменты, в какие всегда в такие? И я вот так ему на сердечко ручку положила, но блядь, у меня то же самое было. Я поэтому проверила, думаю, блядь, ну не одна я такая. Вот здесь, медсестры. Вот такой вот чмок. Я честно на это не рассчитывала, серьёзно. Я боялась, что будет что-то непредвиденное, я уже готовила список ответов. Нет, не надо, нет, я не такая. Нет, я, ты за кого меня принимаешь? Я вам, блядь, не дай бог. Я реально не подразумевала никакого интима, ничего. Для меня это вообще, ну, нет, без отношений. И слава богу, он меня просто чмокнул. И понесло, блядь. Я как давай поносить. Это не образно, реально. Она давай бегать в туалет каждые две минуты. И бегать, брызгать всю... В итоге... А, брызгать говном по стенам. Как бегемот. Не, просто... А давай всё разбрызгивать этими духами вокруг. Вот этими... Там я была освежителем воздуха. Дорогущими вот этими духами. Я такой, да, вот эти я маме подарю на Новый год. Всё было в запахе этих духов. Ни одного запаха пуха. Но насколько ты переживала, что всё было в аромате духов? А я реально распереживалась. Сейчас пердёшь самый популярный запах у нас дома с вот этим вот. Я надеюсь, разберёт это видео какой-то психолог. Вот это было бы полезно конкретно, этот вопрос. Пусть мне, пожалуйста, расскажут, что это, блядь, ты оху. Это из-за волнения. Это из-за волнения. Не надо, чтобы никакой психолог это разбирал. Ты ещё скажешь, что я конч. И все узнают правду. Эта катастрофа мне так плохо стала. У меня были схватки, позывы в туалет постоянные. И в какой-то момент я просто легла смирённо. Я поняла, что я не усну, потому что если бы я уснула, мне кажется, я бы обгадилась. Нет, ты бы не обгадилась. Но. Но. Будешь не дрожь. Вот так жопа делала. Я думала, вот сейчас он уснёт, и я спокойненько пойду в туалет. И думаю, так, надо, значит, проследить этот момент, когда я его усюх. И я легла. Проходит пару минут, и начинается... И я... Я просто ва**у и выпадаю. Да не так, он как... Да, меня! Кто не предупреждал о таком? Я вообще всю жизнь боюсь храпящих людей. А я и сам не знал, если честно. У меня очень чуткий сон. Нервный, рваный. Особенно на тот момент был, когда ещё терапия медикаментозная на меня не подействовала. Сейчас я сплю здорово. Во всяком случае, засыпаю быстро. Этого не было у меня большую часть жизни. Это было очень страшно. Потому что, ну, мы уже чмокнулись. И это значит, что, как бы, отношения уже, да, зарождаются. А тут ты ещё и храпишь. Ну, не только же, вот, одни плюсы иметь. Угу. Ну, пошла в туалет. Я на цыпочках. Когда ты уже так уверенно расхрапелся. Я на цыпочках пошла в туалет. Думаю, так, вот сейчас крепко вроде спит. Громко ещё можно в унисон, так сказать. Он носом, я жопой. Да не факт, может, я там тоже жопой. Вот, вот это... Нет, это непонятно было бы вообще. И я иду в туалет в темноте. И ногой врезаюсь в стул. Да, там этот отель, несмотря на то, что он был достаточно дорогой, там была какая-то микрокомната вообще. Ну, этот стул, блядь. Вот этот... Ой, не получилось. Вот так вот. Егор подпроснулся. Очень ничего у меня не получилось. И утром было очень плохо мне, потому что я сдулась. Да, я побежал в аптеку. Да. Я взял всё, что... Всякие смекты, полисорбы, всё, что можно. И модиум. И я всё это раз... Х**ила. И у меня был запор на неделю. К следующему вопросу. Это пить... Пить порошок от поноса и блевать от вкуса порошка от поноса. Вот какая эта ситуация. Вот такая неловкая ситуация. А ещё, когда Егор предложил мне узаконить отношения, ну, предложил мне встречаться официально 1 января, всё время, которое мы были в Питере, а мы были там 5 дней, я не х**ала. И Егор опять ходил 1 января в аптеки. Ну, да, бля... Это была вторая ночёвка. То есть первая была вот в Москве в отеле, я проблемы ощутила, да. И вторая ночёвка была уже в Питере. И опять. Вот так. Вот такие неловкости у меня были. Я вообще не понимаю. То есть там и не успокоительно не помогали ничего. Просто понос. А потом резкий запор. Ну, а тогда я уже поняла, что всё-таки на человека можно положиться, потому что он вот в аптеку геновал дважды вот. Разговаривали ли вы... Разго... Разговаривали ли вы о своих прошлых отношениях? Разговаривали мы. Да. Делились историями. В основном опыта разного всякого не очень. Но они на то и прошлые. Вот это вот всегда, что... Ой, я тебе благодарен. Спасибо. В любом случае. Ху**я собачья. Ну нет. Я вам благодарна. Да я-то тоже. Просто... Нахуй мне это было нужно! Да не-не-не-не-не. Это в любом случае меня сделало. Согласна. Может быть, я мог бы быть и получше. Мы доверяли и ем друг другу. В общем-то, вообще нет табуированных никаких тем. Всё обсудили. Всем кости перем... Не-не-не. Ну что... Что поделать? Вы пара разве, если вы никому кости не перемываете и не говорите, а вот это... Вот это такое выдало вообще чепуху. Это так много послушай. Да конечно. Так... Это правда. Всем спасибо. Всех любим. Целую. Да. Но при этом... Сори. Ваши кости, б***ь, они блестят, как... Как я не знаю. Что блестит? Блестит. Унитаз у меня. Унитаз. Кто сделал первый шаг? Первый шаг с точки зрения предложить отношения, это я сделал. Не, ну в любом случае, там ты шагала и будь здоров. Да всё, короче, к этому ушло уже. Мы уже тогда чмокнулись до первого января. Да мы все... Да все всё поняли, короче. Все вот эти два человека, они такие, ну да, всё. Да, то есть... Самый приятный подарок от кавалера. Ну давай говори, самый приятный подарок. И это мне на день рождения Егор подарил. Лаврушка, это от мамы. Портрета с Кэком, к сожалению, нет, потому что когда у меня был день рождения, Кэк ещё не жил с нами, и мы его не знали. А это мне Егор подарил на 14 февраля. Прошлое. Год назад. Да. Ой, так давай сейчас подарки дарить. Б***ь. Не. Это забор. Он как настоящий районный поцик. Да, на заборе написал. И тут ещё всякое приятное написано. Да. А тут ещё спрашивают самый милый сюрприз от Насти. А, когда мне на день рождения в 12 ночи ворвалось куча народу. Это мы были? Да, это были Тюйцан с Амираном. А. И я поздравляю тебя, и я ещё очень сильно напугался. И я старался держать улыбку, но я настолько испугался, что у меня началось... Ну, я в целом человек пугливый, если меня шугнуть где-нибудь из-за угла, что Настя регулярно делает, у меня начинается вот это... Ну, не-не-не, ну-не, ну-не, я когда тебя пугаю, такого не происходит. Ну, да, да, потому что Настя меня достаточно легко пугает. Меня однажды друг напугал так, что у меня произошла настоящая паническая атака. В чём прикол? 12 ночи, мой день рождения, мы с Настей сидим в гостиной, смотрим на телеке, что мы смотрели? Да я не помню. Чё-то на Ютубе, на Ютубе... Вы срели Ютуб? И вдруг 12 ночи на колонке включается с огромной громкостью просто... С днём рождения! Вот это... И я поздравляю тебя утром этого... Вот это начинается. И я, значит, сюрприз. Мама с тортом пришла. Да, и они вырываются, и там какие-то огни сразу. И они вот так вот, и ещё все вместе, и вот так вот. ВАУ! ВААА! И я... Я настолько испугался. Мне настолько стало тяжело, тревожно и страшно. А я понимаю, что они такие радостные зашли. А меня вот, когда я пугаюсь, меня начинает пробирать жёсткий негатив, жёсткая злость, и вот это, и прям напряжение очень сильное. А я понимаю, что тетя Сана, Адмиран, Настя, они такие... Тири-тири-тири-тири-тири, очень радостные. Очень стараюсь улыбаться и принимать подарки, но в этот момент мне настолько плохо. Я настолько... Я так испугался, но я так старался это в себе сдержать, чтобы... Это был самый милый сюрприз от Настя. Я старался... Я настолько старался это в себе сдержать, чтобы не испортить момент никак. Класс! 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 Спасибо, ребята! Класс! Класс! Я потом вспомнил, такой, ну ко мне ни разу так никто не приходил. Единственное, мне каждый день рождения мама мне, пока я спал, она мне украшала комнату и шарики расставляла. Я просыпался всегда, вот, с шариками, со всей вот этой штукой. Вот, но к тому, что что-то устраивало 12, мне никогда никто не устраивал. Потом я, конечно, понял, насколько это мило, но в моменте я так испугался, это было... Такой сюрприз! Да! А я вообще думала, ты скажешь, такой сюрприз. А это было на Новый год! Это было на прошлый Новый год! Когда я обосралась опять, это в Питере было. Да, это сшила башка, вот... Короче! А, она не сшила спанчбок, всё, я потерялся. Спанчбок с Алиэкспрессо! Да, она сшила ему кофту. Футболку она ему сшила, по моей просьбе. Это бабушка, бабушка Лёша Щербакова. Это вот, ну, друзья семьи, бабушку мы это очень любим. И тут написано, панчбок. И по шутке смешно шучу. Бок панчей, панч шутка. Егор комик шутит шутки, ёб твою. Я горжусь этим подарком, я сама придумала. Не с панчбок, а панчбок. Я подумала, это вообще просто мега, мега задумка. Вообще, я подумала, что это будет очень символично. Бабушка успешного комика шьёт своими руками футболку с надписью панчбок. Мне показалось, что этот подарок будет заряжён на успех в комедии. Давай, неси своё, сейчас будем дарить. Давай, не оттягиваем это. Я знаю, ты специально оттягиваешь, потому что тебе неловко со своего подарка. Ну, давай, всё. Это подарки на 14 февраля сейчас будут? Да, у меня тоже отстойные, если что. В смысле? Потому что ты меня предупреждала, что у тебя отстойные. И я расслабился, потому что я такой, блять, ну у меня тоже, мне не очень... У меня написано, с любовью. А у меня тот, в котором мне мама конфеты передала. Он их съел? Нет, ты их съела. А вот потому что мама тебе конфеты передала. Да, это правда. Я старалась, это просто чтобы, да... И я должна сказать, что своими как бы руками, ну не совсем руками в этом случае, не делала чего-либо уже очень давно. Это вот эта вот картина из тиктока, которые с жопой прислоняются и... Я хотела. Я просто подумала, что хочу что-то милое. Не просто что-то материальное, а что-то милое, да, со всей сердцем. О, блять. Это слишком круто уже все. Да ну, это просто очень классно. Ты что, гонишь? Это должно было быть сердечко. Во-первых, кофта офигенная. Во-вторых, как будто меня только что расстреляли в грудь и... Блять. Круто. Это поцелуи. Это я рот мазала акриловой краской. Это круто. Это чмоки. В тиктоке видела, как целуют? Я подумала, а что если в форме сердечка поцеловать? Потому что обычно просто вот прямоугольник белый целуют. А я подумала, в форме сердечка. Это пиздец. Я испортила всю кофту тренировочную. Мама говорила, старайся еще. Не похоже на сердечко! Тебе еще! Короче, предлагаю зацеловать кофту, пока не придрррришься. Блядь, как шанская кофта Старайся, чтобы не было дыры А я не знаю, как стараться Я просто чмокаю, а потом смотрю, дыра И все А ты тренируйся, пока не будет дыр Я все в жопу эту кофту Не в жопу, я ее потом продам за полмиллиона Вообще круто, спасибо Круто Ну начнем У меня несколько частей Во-первых С этим я лоханулся, потому что они меньше, чем должны были быть Ну а это парные футболки А тебе мала? Ну да, нужно будет похудеть Вот Со стичем Со стичем Вот это мне А у меня киси-миси? О боже Боже Я люблю парные футболки Это, блин, я немножко кринжую Но вот это, короче, просто целая банка большая массажного масла профессионального Которая, типа, еще и блестит И все вот это Я не знаю Ну придется тебе мять Вот Ну это такое, прям массажное масло Без запаха написано Без запаха, да Можно яичницу жарить, то есть Ну да На тебе Будешь мять? Да А ты как думаешь, закончится эта бутылка когда-нибудь? Закончится Массаж И финал Ты же в последнее время принялась принимать ванны Много Накупила всякого разного И принимаешь ванны И лежишь Поэтому вот тебе раз Ааааа Прикольно Вот это я хочу такое Вот эти два Ааа Это рэппер Это ты Это рэпер Это уточка Не курить Со значками Не курить palavra Вот тебе четыре Это уточка Омоновец Это чтобы там Вот это стоит И проплывает вот этот рэпер И курит и курит. А не стоит уточками курить. И этот приплыл такой, ты чё? А этот просто в ахуе стоит. Да, а этот стоит наблюдать за ситуацией. Но потом приходит уточка Купидон и такая, любите друг друга. И они все начинают. Я буду с этим плавать. Это же уточки. Ты же их спасал. О, кстати, вот новый смысл. Новый смысл обрело. Ты мог бы сказать, а я так и задумывал. А я так и задумывал. Твой кавалер знал о твоих проблемах, когда вы только познакомились. О каких твоих проблемах? Психического характера. Ну да, мы это сразу обсудили. Да, я сразу, прямо с лету, наверное, в первый день. Чтобы обсуждали первые пару недель, это наши всяческие заебы. Наши заебы и наши психичные порушения. И что, из-за чего мы переживаем, из-за чего мы депрессуем. Да, и для меня это было очень важно. Я старалась вообще с новыми людьми. Делиться сразу своими особенностями. Потому что, ну, это очень хороший фильтр. И в зависимости от того, как человек отреагирует на то, что ты пьешь таблетки, которые тебе прописал психиатр, кто-то говорит, что депрессии не существует. Ну, тогда, как бы, разговор короткий, да? Я киваю не потому, что я так думаю, а потому что я согласен с тем, что кто-то так говорит. Я просто это состояние испытал на себе, поэтому я не соглашусь. Близких по духу людей тоже быстро находишь. Например, недавно мы были на день рождения у моего друга Олега, и у него были еще гости на сайте. Мы первую часть его дня рождения все делились, кто на каких таблетках не сидит. И по каким причинам. И что, сколько с психологом общаются. Да, это замечательно на самом деле, потому что вот эта гигиена ментального здоровья, она меня очень вот радует, что сейчас это перестает быть стигматизированным. Ну, и ты хорошо, да, отреагируешь. И наоборот, это даже нас сблизило, потому что ты начал в ответ на мои истории свои рассказывать. Да, потому что были точки соприкосновения. Я такой, о, у меня было похожее. Ты спать хочешь, что ли, жестко? М? Жестко спать хочешь? Нет, не жестко. Вопрос такой. Тяжело ли было после прошлого опыта вступать в отношения? Не было сложностей? Как решилась на этот шаг? У меня, значит, вообще в какой-то момент жизнь закончилась. Было такое чувство. И вот я с психологом все это время. Действительно, три года. И после расставания тоже общалась. И я говорю, господи, я так боюсь повторения. Я так не хочу отношений больше. Повторение моего ощущения. Не хочу еще раз почувствовать что-то подобное. И никто же меня не застрахует от вещей даже похуже, от чувств похуже, от предательства, например, да? Она говорит, ну да, но ты это переживешь. Если даже это случится повторно. Или случится что-то еще хуже. Ты переживешь, потому что ты пережила это, ты пережила то. Я подумала, ну, в принципе, логично. Да. И я подумала, что действительно, ну, можно как бы закрыться по жизни. Совсем? А можно вот пробовать. Тем более, как тут не попробуешь. Так аппетитно. Да, откусывай сколько хочешь, там еще останется. В любом случае, опыт предыдущих отношений, какой бы он ни был, негативный, позитивный, хотя, если они закончились, то, скорее всего, это какой-то все-таки... Не всегда. Ну да, не всегда, может быть. Но все равно, да, даже если ты разлюбил и мирно разошлись, без каких-то скандалов, посадок всегда. Все равно, конечно, типа, сдохло что-то. Да, да, а есть, ну, может быть, человек там умер, да, не дай бог, конечно, да, может быть, там, это опыт отношений-то был хороший, но... Ааа, и все, ну да, да, травма. Короче, в любом случае, это ранка. Есть такой момент, у нас с Настей был прям, мы его обсуждали очень-очень сильно, что негативный опыт, связанный с каким-то человеком, связанный с людьми в целом, он приводит к такой интересной штуке. Когда ты видишь хоть какой-то намек на вот это поведение, или на что-то, что ведет к той черте, которая тебя, например, выбивала, из-за которой вы расстались, или которая приводила к плохому, ты сразу начинаешь это пресекать. Хотя человек, может быть, к этому вообще не приведет, это вообще другой человек, и это значит другое, но как только ты слышишь, например, похожую на вот эту шутку по стилю, ты такой, ой, блядь, вот так, сразу. Потому что твой опыт говорит тебе, вот это плохо закончится. А может быть, это вообще не так, и человек другой, и человек другой в это вкладывает. Не, ну, если один человек, да, тебя стукнул, И второе тебя стукает Это так не работает Это что сейчас было? Что такое? Ты зачем туда плюешь? Скорее кушать Короче, про опыт поняли? Да, просто дело в том, что это как раз таки Тебя триггерит, когда это значит, что Рана еще не зажила Она не проработана Она не превратилась в просто опыт Она все еще рана И если ты резко негативно реагируешь на что-либо Это значит, что еще боитесь Вот так вот Это значит, что нужно работать над этим Вопрос тебе как раз Как он принял твое творчество? Хочет ли он, чтобы ты этим занималась? Но, я вам так скажу Если вы в отношениях к человеку, который занимается каким-то творчеством И вы его не принимаете Значит, этому человеку лучше поскорее от вас избавиться Вот Нельзя не принимать то, чем человек живет То, что он творит, чем он занимается Нельзя ни в коем случае Нет, ты так тоже грустно сказал Наоборот Если человек, который вас не принимает Избавьтесь от меня Да Это неправильно Такого быть не должно Я, конечно же, принимаю Мне, конечно же, нравится Мне смешно Я смотрю Я даже иногда листаю канал И смотрю старое Просто, чтобы ознакомиться С Настинами изменениями С Настинами приколами И все такое Почему ты скрывала своего парня? Это был хай? А почему скрывала? Скрывала Как? Не показывала тебя, твое лицо Обязательно Не давала никаких комментариев Ну, ты не показывала, но и не скрывала Ну, то есть, как бы Не было такого, что ты прям Прятала меня Было Ну, когда мы уже были в статусе отношений Не было такого, что ты стеснялась Причем я стеснялась? Ну, не стеснялась Меня за руку на улице взять Или что-нибудь еще Да, и в том-то и дело Что не брала я тебя за руку Потому что я боялась обсуждения очень Потому что отношения начались Ну, довольно скоро После того болезненного расставания Ну, полгода Я не хотела скрывать отношения Но и афишировать их тоже Не то, что не хотела Я боялась очень Потому что тогда еще шумиха не затихла Поскольку расставание вот Вылилось в то, во что вылилось Да, в интернете очень много было грязи и шума Меня это очень напугало Я вообще никогда не думала Что у меня в жизни когда-то будет такое Что придется нервничать Каждый раз открывая интернет Да, паблики там Тик-ток Да, до сих пор иногда Я прошу прощения Даже в меня иногда прилетают Брызги грязи и отголоски Эхо, шума Не то, чтобы я там прибедняюсь Не то, чтобы я говорю, что это прям было плохо Но иногда я тоже волей-неволей Становлюсь участником ситуации Ну, меня это здорово напугало все И очень сильно выбило, блин Из колеи И моя психика вот сдалась в этот момент И усугубила мое положение Ну, просто такая вот я получаю слабая Я не смогла противостоять этому морально Вот пью таблетки до сих пор Я бы не называл это, что ты скрывала Я бы назвал это, что ты не афишировала Это немножко разные вещи Скрывать это прям намеренно прятать А ты просто, ну, не особо показывала Но я очень хотела показывать Потому что это большая часть моей жизни Но было вот страшно, что начнутся обсуждения Польется грязь снова Вот тогда это был бы хайп уже Только не преднамеренный, да? Если бы я просто показала отношения Кто есть что, рассказала бы истории А мне очень хотелось рассказывать Эти милые истории про понос Потому что это забавно, здорово Мне так хотелось поделиться Вот такой вот большой частью моей жизни Тем более положительной И первое время я, конечно А как первое время? Первый год я боялась Первый год отношений Я боялась прям вот так вот Во всеуслышание заявить Смотрела, как Егор себя ведет В тех или иных ситуациях Готов ли он к афишированию К узнаванию Ну, если честно, для меня до сих пор Эта ситуация немножко нестандартная Да я понимаю И я это слышала от него, конечно Я с ним диалоги проводила Спрашивала, комфортно ли ему будет Готов ли он к этому Потому что, ну, это действительно Не всем подходит Такой образ жизни Да, и плюс это подразумевает Как бы в основном-то часть людей Понимающих, что к чему и как Находящихся в материале У Настины и жизни У Настины и видео В понимании таком Что, например, я за человек Что там У Насти в окружении за люди А есть люди, которые видят Это, может быть, впервые Или смотрят редко Или не понимают Очень быстро строят свои мнения Начинают всякое писать И начинают как-то это И часто эти люди Еще и появляются и у меня И мне какое-то время Нужно было К этому привыкнуть Как-то адаптироваться Чтобы понять Так, это комментарии в интернете На это обращать внимание не надо Вот Чтобы как-то привыкнуть К тому, что есть люди Которые просто не в курсе Или просто заходят Хуйню пособирать Вот Первое время я какие-то вещи Там в комментариях Воспринимал болезненно А сейчас такой думаю Ну и иди нахуй Своей дорогой дальше Да И это, конечно, очень пугает Особенно, когда есть опыт Негативного влияния на человека В публичной жизни Короче, не хотелось мне портить Еще одну жизнь Дискомфорт доставлять И я решила как-то Остерегаться В этот раз Я вообще, на самом деле, думала, что Вообще не буду показывать Я потом думаю, ёпт А как мне детей рожать? А как потом решат, на кого больше похож? Ну ладно, это я просто уже издеваюсь Тяжело, в общем, мне оказалось Припрятывать счастливые моменты Да такую припрячешь, конечно Сижу Пержу периодически Вот И решилась Все думаю А будь, что будет Ну, плохо будет здесь Переживем как-нибудь все вместе А коли хорошо будет И вы порадуетесь Поделимся радостью с вами Да Как Егор относится к тому, что светится в своем блоге И частично разделяет твою публичность? Вас не беспокоят возможные проблемы из-за этого? Проблем нет Были мысли о проблемах Были мысли о том, какие они могут быть О том, что их может не быть Но я к этому отношусь как Ну, нормально Ну, я даже не знаю Я нормально к этому отношусь Потому что блог это Настя на жизнь И Настя на лайфстайл И как бы из прошлого вопроса было понятно Что она не может не показывать ничего свое личное Потому что Ну, есть там, да Блогеры, артисты или кто-то Которые делают что-то художественное В котором может быть личного Может меньше И можно что-то не показывать Настя именно строит Весь свой материал На своей жизни Буквально на том Что происходит с ней Что делает она И все такое А тут появляется как бы Человек, с которым Она буквально находится каждый день И происходит очень много всего Что может быть там Смешно Показать Ой, мне так приятно Что он это понимает Вы не представляете Это я ему не диктовала Ничего Это его мысли И я вообще очень хотела Снять это видео Чтобы послушать твои мысли Вот так вот Потому что я как бы Тебя в лоб Вот так вот и спрошу А что ты думаешь Это я светишься у меня Это еще можешь воспринять Как будто я Ну, с чем ты у меня светишься И я вот Короче, рада Что ты здесь Не, единственное Единственное Что иногда Меня Меня Это Понятно, что Условно Собаки Ассоциируются Плотно с тобой И все вот это И допустим Я снимаю какую-нибудь фотку Или что-то делаю Там собак Или птицу Или что-нибудь еще То это сразу Все направляется тебе И в твой контент А я иногда думаю А я так хочу себе Выложить что-нибудь С собаками там Или что-нибудь Прикол какой-то Вот такой У меня всегда Мои питомцы Это была большая часть Приколов И я такой думаю Ну Ладно Собачки все Вот пусть у Насти Публикуются Так а ты бы спросила Я бы вообще Если бы спросила Я бы сказала Конечно, публикую Че хочешь Максимально стараюсь Не откусывать пирога Так, господи Или чтобы Хотя бы это так не выглядело Ой, боже Так у нас что Мало фоток Что-ли, смешных С собачками Или видео Я так как-то смущаюсь Такой думаю Ну, наверное Это вот Насте все приколы Пусть она себе Выкладывает Вот так Нет Я так не думаю Я так думаю Ты можешь вообще Не спрашивать Ты можешь выкладывать Мне как-то просто Неудобняк какой-то Потому что я привык Я знаю, что Настя Строит контент Вокруг своей жизни И иногда я такой думаю Ну вот Все это туда Все это в дело Вот смешно собака лежит Вот Настя тебе публикует Как смешно собака лежит Кошмар И себе Лишний раз Себя в этом ограничу Вот так Только потому что Я в этом плане Немножко стесняюсь Я вообще не знаю Я впервые это слышу И вообще А мне просто Вот сейчас пришло откровение Вообще без проблем Захочешь Выкладывай что хочешь Господи Ты что, блин Тоже Наконец-то мне разрешили Раньше Если я В сторис заикался Она подходила И пинала меня Вот сюда В носопырку Прямо И у меня Как долго мама Не знала о ваших отношениях Моя мама Я не знаю Когда узналась А вот А твоя Ты скажи А моя Когда я Пошла На первую встречу К тебе Я все явки Пароли твои Отдала маме Чтобы если что Вдруг если ты маньяк Из тиндера Мама знала А где дети Я хоть у тебя и не помню Как-то что-то дома В разговоре Упомянулось Что общаюсь Гуляю с девочкой Потом Упомянулось Что вот Я вот поеду Туда-то К ней И вот мы с ней Там-то И ну и мама Сама постепенно Все и поняла Ну и когда мы вместе Поехали в Петербург Она такая Ну все ясно Как зовут-то Вот Она вопрос не задавала Да? Ну задавала Но она очень сильно В этом аккуратна Потому что у нас В целом выстроено Такое взаимодействие Я какое-то время Когда был подростком Я был достаточно закрытым И у нас в целом Очень жестко ценятся Личные границы И у мамы Такое правило Что я не лезу Если мне человек Сам не рассказывает Потому что Это личные взаимоотношения Поэтому я не буду Спрашивать Пока человек Сам не захочет Не прийти И мне не сказать И это круто Для тебя да Для меня нет Ну я привыкла к другому Мы с мамой просто Че мы умеем А то я их сразу И на языке Ну и мы как бы вот так Не я просто Мне очень долго Было за какие-то Подобные вещи За общение За может какую-то Романтику Или может какие-то Вот такие личные штуки Мне было часто Неловко Просто И поэтому В подростковом возрасте Я старался наоборот Спрятаться Закрыться в этом плане От родителей Вот как-то Тяжело ли было Знакомиться с семьями И каким было первое знакомство Какого было оно? Ха! Настяна мама Знала что Настя со мной На свидании В Москве И она была В этих краях Да где-то подалеку Как раз Было часов Десять вечера уже И она говорит А вы где? А вы тут? Я говорю Да мы здесь Она говорит Да я тоже Давайте я вас подвезу До дома короче И все Это была первая встреча Егора и моей мамы В машине Да У меня был экзамен Мама Очень сильно начала общаться С Егором Ну по веселому вроде Она Я сейчас вспоминаю Этот разговор И я понимаю Что это вообще Не та тетя Она была Ну то есть У нее были такие интонации Ну как при первом знакомстве С человеком Сейчас ты Сейчас ты Вот завтра утром Вдвоем по делам поедем Без тебя вообще Ну это был просто Обычный на самом деле Разговор Я просто Отвечал на вопросы Иногда просто задавался Просто такое вот Знакомство со взрослым человеком Но я обалдела От того Насколько Лилось рекой общение То есть вообще Не было никакого Вот затыка Ну да Все вот так вот Неловко Но никакого зажима Да А потом Когда ты вышел из машины И мы тебя высадили У твоего дома Первый вопрос Который задала мне мама А какого он Знака зодиака Я говорю Рыба Она говорит Аааа Тогда понятно Почему мы спелись Моя мама тоже Рыба Следующая встреча То есть с НАстиной Мамой Произошла После очередной Нашей прогулки Когда я проводил Насть до подъезда И это было Как в каком-то месте Потому что мы стоим возле подъезда и слышим, что представляете Удаль, эй!! Снег там идет. Все, уже темно, я вижу, что под фонарем вот так вот бежит вот этот сад. И рядом с ней Кексик и Осик и Пуча Они бегут и резко вчетвером. И птица вдруг говорит Пре-ет! Такие радостные. И меня на Holas Мама сказала, Пойдем пить чай, ничего не знаю, ничего נ Gol. Это было самое кремжевое чаепитие в Настиной жизни. У меня нормально всё. Меня угостили вином, я познакомился с Амираном, что еще я выпил? Что-то я выпил, что-то я покушал вкусно, меня вообще там так напихтерился. Егор мне говорил, что он хочет в туалет. Когда мы стояли у подъезда, он говорил, ой, сейчас с домом я пройду, покакаю. Что тут такое? Такий у нас разговор. Мы тогда еще не встречались. И мама, вот, давай, значит, ему накладывать кучу еды и предлагать всего на свете. А я знаю, что Егор хочет в туалет, какая еда? А я уже, у меня к тому моменту, из-за того, что я чувствовал себя достаточно неловко, и из-за некоторого волнения, и из-за того, что я понимаю, что нужно держать марку в этот момент, у меня все так, вошло в режим, в этом, звонок поставлен на удержание. Мне было очень неловко, потому что никто не подразумевал, на какую чипить, у нас грязно дома. А я очень, очень щепетильно к этому отношусь. Мне нужно мыть полы, протирать пыль, стены, потолок. Я помню, что самое частое говорил Атициану, когда мы сидели вот в этой обстановке. Для меня это было абсолютно нормально. Я понимал, что люди дома, что люди так живут, что встреча спонтанная, неожиданная. Для меня это вообще не было абсолютной грязью. Я просто понимал, что это обычная дома. Там куски шерстью так перекати поле, катай. Потому что животные дома. У меня тоже животные всегда были. Я воспринимал это абсолютно нормально, но Атициану постоянно говорила одну и ту же фразу. Это для того, чтобы мы познакомились вот, такими, какими есть. Потому что мы не одетые, не накрашенные, дома. Как вот дома есть. Дом никто не прибирал. Вот такие мы, настоящие. Это все для того, чтобы познакомиться с вот такими людьми, какие они есть. И она, наверное, это сказала раз 70. Это потому что я часто говорила, «Ептер, мать, вас здесь грязно!» И мама мне, вот этот аргумент, давала вот этот. И в какой-то момент мама налила Егору чай и бросила первый попавшийся пакетик в кипяток, в кружку ему. Я говорю, «Мам, ты чего?» А мне пофиг, я просто... Я очень редко чаевничаю, поэтому я такой, «Ну ладно, буду пить это и все». А я как-то опешила, я думаю, «Господи, я бы предложила вот у нас есть такой черничный, малиновый, черный, зеленый». Много же пакетиков, может, ему вообще этот чай не нравится. Мама говорит, «Да пожалуйста! Любой чай пусть!» И начинает класть еще другого чая в пакетики в эту же чашку. Я вообще потерялась. Нет, это был прикол. Это как прикол, прикольно. Но я ахуела в этот момент. Я просто не поняла, что происходит. Не знаю, если ты переживала за то, что я что-то не так подумаю, что тебе неловко и что меня неправильно встретили, мне вообще было по угару. Я уже тогда напихтерился, наелся, накатил уже. Уже что-то сижу, умираю. Ну, мне как-то эта вся ситуация в дикий прикол была. Я не могла, я поплыву по течению. У меня не получилось. Я не рыба по гороскопу, как ты понимаешь. Плыть по течению не моя стихия. Поэтому я уперлась и начала обсирать обстановку. А с моими ты? Ой. Расскажи. Ты впервые увидела папу, когда вы пошли в М-видео, и он... Папа, прости, не смотри. Я сейчас расскажу. Короче, мы собирались приехать к нам в гости, но произошла трагедия. У мамы сломалась стиральная машинка. Другого дня не было, в который бы мы приехали в гости. В итоге как получилось? Папа приехал за нами, чтобы мы поехали в гости. И заодно, чтобы мы заехали в М-видео. За стиральной машинкой, чтобы купить ее. И Настя с папой познакомилась в машине. Это было как-то здрасте-здрасте. Он вел себя, как обычно, он себя ведет с новыми людьми тоже. Чтобы понимать, просто... Мой папа очень требователен, так скажем, к работе персонала. Особенно, когда он покупает что-то дорогое. И вокруг нас бегали два сотрудника Н-видео, которые не могли ему объяснить, чем вот эта машинка отличается от вот этой машинки. Потому что здесь кнопки такие, а здесь такие. Хотя, вроде бы, они одинаковые. И вот он... Так, давай, это, то. А вот это, а та, а то, это, ся. Там еще один подошел. Он такой, так, как тебя зовут? Так, значит, написано Андрей. Андрюша. Он говорит, я вам не Андрюша. И, значит, короче, там начинает. Сотрудники не могут с папой управиться. Папа пытается все выключить информацию, какую же машинку ему выбрать. И в конце пришел сотрудник, который такой, он попроще, как я и как папа. Он такой, такой, свойский, обычный парень. И вот они что-то там потерли, там чики-брики. И все. И папа такой говорит, вот, вот это нормальный парень. Вот это он быстренько все четко понял. Мы с ним на одном языке поговорили, он мне объяснил и все. И мы поехали домой, сели с мамой на кухню. И папа мне говорит, а что ты сидишь? Пойдем устанавливать машинку. И в итоге я Настю оставил с мамой и с моим братом, старшим, старшим, да, одну на кухне. И бегал туда-сюда, устанавливал стиральную машинку, подкручивал шланги. И не мог отказать папе в выполнении этой задачи. Потому что на самом деле машинка-то тяжелая. Короче, помочь надо было в любом случае. Ну и стирать надо было, потому что у мамы машинка сломалась. Короче, проблему эту нужно было решать. И вот я сидела. И тебе было очень неловко. И потом Настя очень долго. Потому что в следующий раз, когда мы приехали, пап меня тоже для выполнения какой-то задачи позвал. И Настя была очень неловкая из-за этого. И потом Настя очень-очень долго не ездила в гости. Потому что думала, что я ее опять оставлю в неловкой ситуации. Зная на словах о родителях Егора, о том, как они ценят личные границы и так далее, я поняла, что я не могу раскрыть себя в полной мере там, потому что я под кожу лезть начинаю. Я не могу начать задавать вопросы. А, то есть ты вопросы? Я спросила, а ты со скольки лет куришь? Так, я думаю, блядь, а у него астма. Блядь. На самом деле, этот человек действительно курил, но, как вы понимаете, вопрос про хрип и все равно ни хера не тактичный. Вот такая ситуация, да. Я вот молчком как бы сидела со своим кольцом в носу, которое потом прокомментировал папа Егора несколько раз. Слушай, мне это не говори, что про меня комментировали. Про тебя не комментировали ничего. Да, короче, мой папа, старые закалки человека, он такой, вот эта штучка в носу у него, козелька металлическая. Говорит, классная девка, хорошая, все, вижливая, энергичная, симпатичная, но козелька у него металлическая носу. Это что такое? Это модно так, что ли? Это модно так, да, носить. Такой прикол какой-то. Ну, я себя чувствую, конечно, некомфортно с этим кольцом в носу, один на один с твоей мамой и с вот этими ногтями длинными. Ну, то есть, оно дело, когда я с тобой вкупе, еще как-то, да, адекватненько, ты уравновешен, а тут и я просто... Моя мама педагог, она бы все прекрасно поняла. Том-то и дело, мне это было. Вот если бы она была плохой педагог, то тогда, да, было бы чего бояться. Это же все равно я переживала. И когда я осталась один на один, раз, твоя мама, один на один, двадцать. Ну, короче, просто немножко сейчас тебя загозлайчу, короче, на деле-то ты переживала слишком много. Конечно. Потому что так бы про тебя не подумали никогда. Естественно, естественно. Но тогда, когда я ее не знала совсем, это было тяжело. Да, это тяжело, понимаю, да. Когда ты один остаешься с мамой... Не ревновал ли кавалер тебя к друзьям? Нет, отличные ребята. Мы в целом поладили. Сперва, конечно, были переживания насчет того, что там в компании я лишний, что я немножечко не пришей к собаке хвост. Не пришей к пизде рукав, мама говорит. Ну, это мирный вариант. И вот я какое-то время себя так и чувствовал. А потом нормально. Ну, конечно, это в первую очередь Настя на друзья, но нормально. А Настя с моими друзьями абсолютно прекрасно тоже звучит. Да, мне нравится очень. Это что было? Это я азиатчик. По-настоящему? Да. Будь здоровым за такой чих. Я просто малюку азиатку там... Сжала, она как игрушка. Так, не так. Чего? Чего? Я не знаю, как это модеры могут сделать ставки. Делайте. А как это подсогласиться? На деньги? Настя, там будут деньги? Давайте попробуем царский. Царский с чабрецом? Мне кажется, это такой стандарт. И еще есть мягкий бриз. Он вообще... К тому же чабрец успокаивает. А нам не надо это. Я буду топить вас, как котел. Нет, конечно, если ты будешь сидеть и два часа выбирать, какое заклинание. Восхитительный купаж черного чая с малиной, какао, лавандой, розой, васильком, жасмином, фиалкой, грушей, базиной, белым шоколадом, ванилью, личи, чили и розовым перцем. Нормально запреставил. Я беру. Приходишь такой... Ты! Приходишь такой, это что, камера? Ты! А... Ты, ты! А я думал... Да? Ты! Ты, ты! Ты! А, я же хожу. Да, я ей говорю. Да. Я говорю ты. А ты ходишь, сидит. Я хожу, а ты не сидишь. Экшен. Круто. Всем понравилось. Все слышат меня здесь? Пожарная тревога. А? Пожарная тревога. Да? Пожарная тревога. Она уже была у нас неделю назад. Мы все, весь дом вышел вниз. Я писать хочу. Иди скорее. Блин. Да. Все. У нас уже была пожарная... Ребята, стрим, стрим окончен. Супер, пойдем показывать. Я только чай заварила дома. У вас сейчас стримы, у вас сейчас стримы, у вас сейчас стримы, у вас такие стримы. Хе-хе-хе. Сейчас свет включить. Снимай, пожарная тревога. Не бойся, все в порядке будет. А ты что, кусаешься? Это слышали? И вон там. Вон там. Я послал, потому что брать... Сейчас, у меня просто очень... А, у тебя тоже. Эй, Пуч, Пуч убежал. Все, нажми остановить трансляцию. У нас собака убежала. Самое запоминающееся свидание. Лай, ровно год назад, 14 февраля, Егор пригласил меня на свою съемную тогда вот квартиру. Сюрприз там был. Я пришла. Захожу. А у него разложен массажный стол. Огромный массажный стол. Мол, как в салоне красоты. Вообще, он... Ну, у меня была студия. И он занимал, наверное, половину этой квартиры. Все. И меня наняли жестко. Да. У меня есть некоторые навыки в этом плане. И... Он учился по тиктоку. Да. И я подготовил подарок. И мой подарок мне показался недостаточным. И я накануне, буквально, да, 13 февраля в 9 вечера, думаю, мне нужно где-то быстро найти массажный стол. Думаю, нужно зайти на Авито. Есть ли он в аренду? Можно ли его снять? Ну, я думал, это из разряда фантастики. Я найду, что кто-то продает и спрошу в аренду. Оказалось, я нашел массажный стол в аренду. Он был в 20 минутах ходьбы от хаты. Тогда у меня не особо бабки были на такси. Поэтому я пошел туда пешком. Пешком потащил обратно этот стол. За стол я этот отдал 200 рублей за сутки. И потом просто вернул. Ты когда уехала, я пошел вернуть в стол. Офигеть. Да, еще это было очень неловко, потому что Настя пришла и подумала, что я его купил. И уже собиралась его забирать. А я такой, не, погоди, погоди, это только на сегодня. Я не собиралась его забирать, я просто подумала, ты купил мне стол. В итоге мне мама подарила. Отличный массаж мне делают. Угу. На этом столе. Как часто случаются казусы с рукожопством у обоих? Я, если честно, думала, что со мной что-то не так до знакомства с Егором. И благодаря ему я поняла, что не только со мной что-то не так. Ребят, это пи***дет. Мы с Егором разрушительная сила. Очень интересно, конечно. У меня есть коллекция фотографий, где Егор что-то разбил. Какие у него есть странные привычки? Я хочу вам сказать, что от таких вот незабываемых ярких ночей у меня не было ни с кем на него. Я прошу прощения у всех, с кем я спала. Дело не в вас. Дело в нем. Я очень много разговариваю во сне. Я просто постоянно балаболю. Вообще, как я это узнала? Я знала это на словах. Оно как бы не придавало этому такого значения. Ну, говорит и говорит там одно слово, может, скажет еще что-то. И вообще, я скачала приложение по записи храпа, чтобы показать Егору, как на самом деле мне тяжело спать. Потому что у меня храпит пуч и Егор. И я хотела записать и показать им. Не для того, чтобы поселить чувство юны, нет. Чтобы сподвигнуть на септопластику Егора. Чтобы ему выправили перегородку. Да, я пришел в поликлинику, мне сказали. Вот капельки копай. У меня от них стало хуже еще. Отказали в операции в итоге. Бесплатные. Да, мне просто на рентгене сразу, типа, отклонений не обнаружено. Я смотрю на рентген и там просто... Как не обнаружено, ты еб... Вы посмотрите, там вот здесь нет дырки просто. Егор храпит из-за того, что у него кривая перегородка. А еще из-за того, что у меня лишний вес. И из-за того, что у меня хронический танзелит. Господь бог. И оказывается, он все это время вот общался с кем-то. Я все не записала. Ну, кто еще раз в небесах, да? Память о тебе, как в очках в волосах. Лапочка. Лапочка. Достаточно хватит уже лапочей. Там всяких лап. Си? Уже... Достаточно вот этой вот хони. Еще бы там было что-то в улице. Хотя просто... Просто просто... Просто просто... Что-то всего я бы... Чу-чу-чу. 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 Чу-чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Ну, видишь, он там... Это какие-то глаза, волоски, перефорфируй. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Ну какие-то тушки, какие-то забыл бы тушки. Ну потушки. Я, кстати, сегодня очень смешно тебя разбудил. Ты почему-то спала вот так, вот у тебя ноги вот так. Да, у меня мама так всю жизнь спит. Это генетическое. И я тебя ударил по ногам, ну никак не ударил по ногам. Я аккуратненько взял вот так вот и твои ноги опустил. Я их опустил. Походу я нажал на какой-то рычаг. Потому что в эту же секунду ты сделал так. И пошел в туалет. А я проснулся сегодня утром. Думаю, странно, что я писать не хочу. Мне обычно просыпать бегу. Ты не помнишь? Нет. А тут я утром встала, думала, что ты даже и писать не хочешь. Странно как-то. А это пугает. Ты думаешь, б***ь, не обоссался ли ненароком в кровать? Что вам пришлось вместе пройти, имея в виду беды или что-то наподобие? Мне нравится, как мы с тобой проживаем беды, потому что с каждым разом я убеждаюсь, что ты очень ответственный человек. Тут абсолютно то же самое. Мы очень ответственные люди. Был момент, когда пупсик, будучи маленьким, навернулся с кровати. А кровать высокая. А пупсик был маленький. Он и сейчас небольшой. Ну да, толстенький. Но сам-то по себе... Батон. Он не с кровати навернулся даже. Я лежал на краю кровати. Он запрыгнул мне на спину и с моей спины еще хернул вниз. Он просто через меня хотел перепрыгнуть, а там край, обрыв. И он так заплакал, так заплакал. Там, там, подойти минут через пятнадцать. А собачка упала, с ней ночью тихо, упал с кровати. С высокой сейчас ходит, курит, лапу проживает. На лапу мы наступаем. Это было 12 ночи, я с работы, мне завтра на работу. И мы с Егором тут же поехали в ветклинику делать осмотр. Рентген, да. Рентгены. Сломал ли он лапу? Не сломал. Ему чуть не сломали ее, пока делали рентген. Там был ушиб, и он еще очень сильно испугался. Испугался, да. Потому что он не ожидал такого поворота. И совсем недавно был инцидент. Мы заходим в комнату и видим злую лялю, которая лежит вот так вот рядом с пакетом какао, перемазанная, и злится на пупса и кека, не подпуская их к пакету какао. Это очень хорошо, что она их не подпустила. Да, потому что ее тут же начало рвать, блевать, шоколадом. Какие-то припадки у нее начались, какие-то гипер... Короче. Пиздец. Чтобы вы понимали, шоколад для собак – это смертельный яд. Та доза, которую она съела, я потом посчитал по банке, она съела 10 граммов, она бы через 3 часа, если мы не повезли ее к врачу, все. Это была целиком и полностью моя вина, потому что я не закрыла дверь в комнату, где хранятся мои кондитерские штучки. Но они все в закрытых пакетах и в течение года никогда не интересовали собачек, а тут вот резко заинтересовали Лялю. Поэтому не повторяйте моих ошибок, пожалуйста. И мы тут же тоже понеслись ее промывать, прочищать. Вот так вот мы переношли беды всегда вместе. Учитывая, что ты катал хорошо. Короче, мы просто такие – уть, и пошли вдвоем. Да, решать проблемы, да. Краш-крашиха вашего детства совпадает с реальной второй половинкой? Если не сложно для сравнения, покажите фоточку. Это было шоком для меня, потому что Егор копался в историях запрещенной соцсети и наткнулся на свою сториз, выложенную там за год до нашего знакомства. Там написано – краш моего детства. И там вот эта фотография. Да. И у меня тоже есть краш. А я сломать. Ну просто я очень люблю этот мультик. Это Хортон. Он спасал одуванчик. И планету в этом одуванчике целый мир. Я так плакала. Это мой любимый мультик. Наш с папой. Мы с папой смотрели очень много этот мультик. Похоже. Ну похоже. Ну и все получается. Блин, реально все? Да. Всего-то 6 часов здесь. Блин, а мы как будто хотелось бы чем-то подвести итог. Какой-нибудь тоже темой прямо. Да. Да, конечно. Вот расскажи, как тебе вообще отношения? Мне весело. Я смеюсь. Весело это ключевое слово. Реально. Иногда Настя думает, что я угораю над ней. Но... Нет, мне в целом бывает такое, что... Да, в целом смешной человек. Она смешнючка. Она делает вещи смешного. О, меня дядя назвал недавно мой смехотушка. Да! Реально. Вот она как... Как что ляпнет, так это вообще... Ужас, да. Но мне очень приятно, что... Ой! Господи. Очень приятно, что ему это нравится. И что мы вместе вот так вот смеемся. И очень здорово, что он это подмечает. Да. Весело это самое главное. Я мечтала о таком. Конечно. Мы каждый день хохочем. Хочется пожелать вам хороших отношений. С самими собими. Вот такой вот тиндер случился в нашей жизни. Всем большое спасибо за просмотр. Я вас всех безумно люблю. Целую и обнимаю. И всем пока-пока. Нифига.